Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у нас автомобиль Land Rover Discovery 3 2006 года Заменим подшипники задних ступиц Начал у нас левый подшипник болтаться и гудеть Ставить будем не оригинальные подшипники фирмы Optimal Поэтому сейчас поднимаем автомобиль Покажу, как болтается колесо И будем его откручивать Приступаем Вот оно, наше колесо И так, и так входит и звук Берем, откручиваем колесо, снимаем его И откручиваем суппорт Колесные гайки здесь на 23 По-моему, я еще и не говорил ни разу Ну, это оригинальные колодки Что тут сделать Откручиваем Сейчас центральную гайку Для этого мы, как и на многих других У нас здесь тормозной диск с вентиляцией Фиксируем его отверткой И откручиваем И откручиваем Так, ну вот, ставил отвертку Снизу, потому что крутим ее вниз Головка здесь на 32 Я взял подлом И старый вороток Ух ты, вот это затянули Все, откручиваем гайку Открутил я гайку привода Теперь откручиваем вот этот болт На тягу на реактивную И тогда нам уже удобно будет подобраться к болтам, которые крепят суппорт Здесь 12-гранная звездочка Головка быстрее всего Или на 15 Или на 16 Ну, а когда открутим здесь Уже там будет понятно Потом откручиваем нижнее крепление Откручиваем Крепление верхнее Здесь у нас эксцентрик Мы его пометим Чтоб нам потом так же поставить Чтоб развал у нас не убежал И все И получается у нас Остается открутить только датчик АБС С этой стороны Он находится Да, вот он датчик АБС Мы его тоже снимем И надо будет Снять нам трос Ручного тормоза Для этого мы снимем барабан Тормозной И посмотрим, как у нас Ручник там фиксируется Крутим Начинаем с того, что Откручиваем нижний болт Я его подорвал Здесь на 18 Головка Так, ну что Теперь Скидываем тягу И откручиваем Оба болта На суппорте Головка там На 15 Предварительно Открутил Сорвал И подвязываем Суппорт Стром Приободен Стром Кат坑 Приректор На Руд У Руд Прир Руд Теперь откручиваем сверху Здесь 12-гранная головка на 19 Откручиваем верхнюю гайку Срываем и откручиваем Вот эту нижнюю гайку на нижнем рычаге Там на 24 Вот она гайка Также сейчас откручиваем Вот этот торкс Сейчас посмотрю здесь насколько Чтобы нам снять тормозной диск И он же тормозной барабан Под ручник Здесь бит от Т-50 торкс Пошла легко Стучать не пришлось Все Барабан мы сняли Теперь смотрим как снизу нам отцепить трос И отцепляем трос Снял я как лодки Ручного тормоза Сейчас я покажу Как И потом я покажу как их собирать Не знал Пришлось повозиться Поэтому Видео не показывал Длинное было Вот здесь пружинка стоит Вот такая Чтоб нам тросик снять Нам надо снять эту пружинку С посадочного Сидит она На Оплетке Тросика Сейчас мы ее стянем Вот Все Пружинку вот эту мы сняли Потом мы ее оденем Потом вот здесь сзади Головка Не головка Здесь ключ рожковый на 19 Откручиваем вот эту гайку И Расшатываем Трос Все Трос теперь можно Вытаскивать Вот я покажу Вот он шевелится Мы его вытащим По колодкам Сейчас покажу колодки Так Это вот эта пружинка Там вот такие фиксаторы Два штифта И вот такие пружинки Они нажимаются И задвигаются на штифт Это нижняя пружинка Это трещотка Разводная Она стоит снизу И получается Фиксирует ее пружинка Она не автоматическая Ее надо Вручную разводить Это верхняя Планка Уравнивающая Между двух колодок И вот сами колодки Получается Вот здесь вот такой Механизм Что за механизм Не знаю И не разбирался Но планка Уравнивающая В него Упирается С этой стороны Получается Рычаг Который Именно тросом Натягивается И хотел показать Вот смотрите Фиксатор Фиксатор троса Производится Вот так вот Вот так собачка Поднимается Заводится трос Сюда Сбоку И потом собачка Фиксируется Все Не надо не выводить Ничего Она просто От самонатяжки Его фиксирует Здесь легко снять Верхнюю пружину Не снимал Снял колодки Целиком Окно Вот если видно Маленькое Под пружину Но пружина Здесь вот такая Коротенькая Ее можно Взять И Опустить Вниз И вытащить Поэтому Ставить буду Уже по отдельности Вот она Получается Опускаем пружину Вниз И вытаскиваем А так она За счет Того Что тянет Она сама Вверх Поднимается И держит В верхнем крае Продолжаем Дальше Сейчас Вытаскиваем Трос И откручиваем Оба Верхнее Нижнее Крепление На Цапфе Открутил Я Внизу Болт Его вытащил И вверху Ослабил Болт Осадил Привод Он у нас Пошел Приподнимаю Все Теперь Нам осталось Только Вытолкнуть Привод Все Здесь Протрем И смажем Привод Смазкой И почистим Шлицевую Тоже Смажем Смазкой Ну вот У нас Ступица И вот Такие Вот Она Издает Звуки Поэтому Мы Меняем Подшипник Сейчас Выпрессовываем Выбиваем Вернее Даже Его здесь Не надо Выпрессовывать Мы Просто Берем И Выбиваем Саму Ступицу Из Подшипника Дальше Очищаем Смотрим Где здесь Стопорное Кольцо Убираем Стопорное Кольцо И Уже Будем Выдавливать Обойму Подшипника Выбиваем Выбивать Буду Этой же Головкой Каленая Головка Которая Подлом Которая Откручивал Гайку Она Четко Подходит По диаметру Самой Ступицы Сейчас Подвешиваю И Выбиваем Ступицу Показать Не смогу Неудобно Будет Все Выбил Я Ступицу Со Ступицы Я Срезал Обойму Ослабил Ее Получается Болгаркой И Сбил Здесь Шарик Не шариковый Подшипник А роликовый Двух Двухрядный Роликовый Подшипник Этот подшипник Уже менялся Стоит Замененный Менять Мы будем На Оптимал Вот Такой Подшипник Фирмы Оптимал Резкость Резкость Где у нас Резкость 88 27 18 Здесь Лучше Видно В комплекте Идет Подшипник Новый Стопор И Новая Гайка Поэтому Стопор Мы тоже Заменим Сейчас Мы снимаем Стопорное Кольцо Старое Подшипник Получается Выпрессовывается Наружу Не вовнутрь А наружу На сторону Ступицы Поставим Упрёмся И выдавим Его Берём Продолжаем Делать Как прессовать Покажу Выпрессовывать И запрессовывать Вот Таким образом Поставил Я головку Упёрся Во внутреннюю Обойму И вот Подшипник Пошёл Видно Отчётливо Что он Сместился Вышел Если посмотреть Здесь Вот он Вышел Сейчас Он у нас Упёрся Получается В саму Станину Берём Расставку Поднимаем Вышел И Выталкиваем До конца Пресс Мне понравился Продолжаем Ну всё Подшипник Я Выдавил Вот он Старый Подшипник Теперь Мы Протираем Здесь Посадочное Под стопор Я почистил Берём Немножко Литольчиком Мажем Здесь Обойму И Уже Запрессовываем Новый Подшипник Сначала Запрессовываем Подшипник А потом Уже В подшипник Будем Запрессовывать Ступицу Вращения Здесь На подшипнике Нету Поэтому Ставим Так как Есть Мажем И запрессовываем С той стороны Площадка Плоская Поэтому Там особо Придумывать Ничего Не надо Было Сейчас Мы Получается Поставили Подшипник И ставим Старый Подшипник Заталкиваем Запрессовываем Старым Подшипником Вложим Площадочку Которая У нас Вторая Идёт И запрессовываем Посмотреть Чтобы подшипник Пошел ровно Поп universe Расследы Итого Чёрная «…» Возьмем Подшипник 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 все подшипник у нас сел на место ставим стопор поставил стопорное кольцо на место смазал летольчиком смазал ступицу летольчиком теперь запрессовываем ступицу подшипник при этом мы сзади ставим упор сейчас я все установлю и будем запрессовывать надставил таким образом снизу поставил старый подшипник сверху поставил головку и попер ее во внутреннюю обойму и получается подшипник наталкиваем на ступицу все все у нас ступица сидит на месте и делает она вот так вот никаких посторонних звуков берем устанавливаем ее на автомобиль здесь у нас все чистенько смазку это убирать даже мы не будем пускай она остается помимо этого мы сейчас еще смажем шлицевую берем ступицу заводим шлицевую а можно даже сразу трос завести частично и шлицевую ступицу я установил на место наживил гайку привода вставил на место трос ручного тормоза наживил сверху крепление и снизу крепление сейчас ставим на место пружину которая у нас идет на трос ручного тормоза так вот пружину мы одели теперь вот колодка заводим сюда трос я говорю вниз и все фиксатор ее фиксирует она в натяжке но помимо этого здесь еще есть вот такая пружинка вот это со скобой на конце на конце вот эта скоба вот сюда заводится еще дополнительный фиксатор ставим на место колодку берем эту колодку и заводим пружинку на место теперь мы можем вот эту пружинку натянуть с помощью второй колодки здесь цилиндрика нету здесь привод получается идет только этим тросом поэтому вот мы еще оставляем и вставляем распорную планку распорная планка пружинка идет в сторону троса как все этоíficа так что он это так 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 вот 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 а это вот 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 Одел пружинку на место Одел уравниватель Эти стопора с обоих сторон Трещуточку регулировочную И пружинку нижнюю Теперь ставим тормозной барабан на место Надо трещуточку сводить Колодки не садятся Вот это окошко Это как раз для того, чтобы Разводить Трещуточку вот эту нижнюю Устанавливаем на место суппорт Затягиваем И затягиваем тормозной диск Ну все, гайку затянул Затернил ее Здесь затянул Как я и говорил, когда разбирал Вот две точки на тернил Чтобы развал не ушел Здесь я затянул Суппорт затянул А низ затянул Здесь затянул Получается Датчик АБС поставил Сейчас затяну Гайку на трос затянул Ставим Здесь на датчике Кронштейн провод Ну все, все мы затянули Сейчас затягиваю датчик Устанавливаем колесо И все Подшипник ступицы мы заменили Всего вам доброго Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!